Загадочная русская душа Стереотип родом из русской литературы, отражающий, как считается, уникальные черты менталитета русских в сравнении с иностранцами, жителями западного мира. Загадочную русскую душу придумали в XIX веке Достоевский и Толстой, чьи книги были пронизаны этическими и нравственными вопросами. Но если учесть, что русские крестьяне грамотой не владели, то пребывали они в полном и абсолютном неведении о глубине и загадочности своего внутреннего мира. Романтические, идеализированные представления русских писателей о народе сыграли с этой пресловутой загадочной русской душой весьма злую шутку. В период бурных революционных событий и гражданской войны в России цивилизованный мир просто ужаснулся реальной сущности этого народа. Правда, в тот исторический период русские мыслители уже не питали никаких иллюзий по этому поводу. Я думаю, что русскому народу исключительно свойственное чувство особенной жестокости, хладнокровной и как бы испытывающей пределы человеческого терпения к боли. В русской жестокости чувствуется дьявольская изощренность, в ней есть нечто тонкое, изысканное. Можно допустить, что на развитие затейливой жестокости влияло чтение житии святых великомучеников, любимое чтение громотеев в глухих деревнях. Если б факты жестокости являлись выражением извращенной психологии единиц, о них можно было не говорить. Но я имею в виду только коллективные, а забавы муками человека. Это одна из цитат из скандальной статьи, вышедшей в 1922 году в Берлине. Она произвела фурор в Европе. Но в России эту статью не издавали ни до, ни после войны, ни в перестройку, вообще никогда. Просто не издавали и все тут. Быть может, как раз потому, что именно в этом сочинении говорится о варварстве и отсталости русского народа откровеннее, чем где-либо еще. И тем удивительнее, что автором этой статьи под названием «О русском крестьянстве» является признанный классик русской и советской литературы Максим Горький. Хрестоматийная фигура писателя, эталона соцреализма, не дает даже повода усомниться в его уважении к собственному народу. Кажется, что уж кто-кто о Горький точно не мог написать подобной статьи. А он писал. Писал подобное и не один раз. Стучался в темные души своих современников. Предостерегал от неминуемой катастрофы. Просвещал. Но понимая тщетность своих усилий, все же надеялся на то, ошибочно надеялся, что лучшие времена России еще когда-нибудь наступят. Как евреи, выведенные Моисеем из рабства египетского, вымрут полудикие, глупые, тяжелые люди русских сел и деревень. Все те почти страшные люди. И место их займет новое племя. Грамотных, разумных, бодрых людей. Стоит сказать, что такая экспрессивная, шокирующая оценка соотечественников это далеко не беспочвенная фантазия автора. Максим Горький знал жизнь простого люда не понаслышке. Детство и юность, проведенные в ужасающей бедности в канавинских трущобах Нижнего Новгорода, дали писателю богатый материал для размышлений о сущности русского народа. Горький, испробовавший десятки профессий, пешком обошедший страну, всю свою жизнь имел неугасающий интерес к живому человеку самых низших сословий, составляющему основную массу населения России. И при первой малейшей возможности основательно беседовал с людьми, встречающимися на своем пути. Сам Горький об этой своей особенности выразился жестоко. В письме к Леониду Андрееву. Лет с 16 и по сей день я живу приемником чужих тайной мысли, словно бы некий перст незримый начертал на лбу моем «здесь свалка мусора». Ох, сколько я знаю, и как это трудно забыть. Вышеупомянутая статья о русском крестьянстве, которую так не любят вспоминать в России, изобилует бытоописанием шокирующих нравов, царящих в среде простых русских людей. Некоторые абзацы настолько потрясают натурализмом описания жестоких сцен, что в сегодняшнем гипертолерантном мире автора бы направили в вечный бан во всех известных социальных сетях, а в современной России точно признали бы экстремистом. Настоятельно рекомендую прочитать эту статью целиком, для полного понимания того, чем была Россия, чем есть и, в общем, чем она останется в будущем. Скан оригинального берлинского издания 1922 года ищите на сайте хрендяблики.ком. Ссылка в описании. Здесь же приведу несколько характерных, более-менее цензурных цитат, дающих общее представление о сущности российского населения. Например, в своем тексте Горький пишет, «Кто более жесток, белые или красные?» «Вероятно, одинаково, ведь и те, и другие – русские». И продолжает, приводя фрагмент беседы с командиром крупного соединения Красной Армии. «Внутренняя война – это ничего. Я вам, товарищ, прямо скажу, русского бить легче. Народу у нас много, хозяйство у нас плохое, ну, сожгут деревню, чего она стоит? Она и сама сгорела бы в свой срок. И вообще, это наше внутреннее дело, вроде маневров для науки, так сказать». Это ничем не мотивированная садистская безжалостность абсолютно далека от христианских ценностей, которыми так показно бравируют россияне. В 1919 году милейший деревенский житель покойно разул, раздел и вообще обубрал горожанина, выманивая у него на хлеб и картофель все, что нужно и не нужно деревне. Не хочется говорить о грубо-насмешливом мстительном издевательстве, которым деревня встречала голодных людей города. Всегда выигрывая на обмене, крестьяне в большинстве старались и умели придать обмену унизительный характер милостыни, которую они нехотя дают. Интеллигент почти неизбежно подвергался моральному истязанию. Например, установив после долгого спора точные условия обмена, мужик или баба равнодушно говорили человеку, у которого дома дети в цинге, «Нет, иди с Богом, раздумали мы, не дадим картофеля». Когда человек говорил, что слишком долго приходится ждать, он получал в ответ злопамятные слова, «Мы, бывало, ваших милостей еще больше ждали». Да, чем другим, а великодушием русский крестьянин не отличается. Про него можно сказать, что он не злопамятен, он не помнит зла творимого им самим. Да, кстати, не помнит и добра суденого в его пользу другим. Абсолютно понятно, что мораль русского человека это что-то глубоко азиатское, основанное на почти беспрекословном подчинении хану или царю. Это выученная беспомощность рабской жизни и озлобленность от этого на весь мир. А если где русский вдруг чувствует свою значимость, то он тут же в полной мере отыгрывается на первом встречном за свои унижения. Отсюда же отсутствие свободной мысли, инициативы и презрения к честному труду. Недаром в честью русских «Иванушка-дурачок» и «Скатерть-самобранка». «Срезать надо с земли всех образованных, тогда нам, дуракам, легче жить будет, а то замаяли вы нас». Весьма характерная фраза жителя русской деревни 20-х годов прошлого века. Максим Горький пробует разобраться, откуда же такая дикость в русской глубинке. Человек Запада еще в раннем детстве, только что встав на задние лапы, видит всюду вокруг себя монументальные результаты труда его предков. От каналов Голландии до туннелей Итальянской Ривьеры и виноградников Везувия, от великой работы Англии и до мощных селезских фабрик. Это впечатление всасывается ребенком Запада и воспитывает в нем сознание ценности человека, уважение к его труду и чувство своей личной значительности, как наследника чудес труда и творчества предков. Такие мысли, такие чувства и оценки не могут возникнуть в душе русского крестьянина. Безграничная плоскость, на которую тесно сгрудились деревянные, окрытые соломой деревни, имеет ядовитое свойство упустушать человека, высасывать его желания. Нигде вокруг не видно прочных следов труда и творчества, вокруг бескрайняя равнина и в центре ее ничтожный маленький человечек, брошенный на эту скучную землю для каторжного труда. И человек насыщается чувством безразличия, убивающим способность думать, помнить пережитое, вырабатывать из опыта своего идеи. Историк русской культуры, характеризуя крестьянство, сказал о нем «множество суеверий и никаких идей». Это печальное суждение подтверждается всем русским фольклором. Известность Горького всегда была отчасти скандальной. Он говорил о том, о чем принято было молчать. Даже Толстой и близко не подходил к тому дну, с которого Горький вел прямые репортажи. Несомненно, статья о русском крестьянстве это нужная публицистика в сегодняшнее время. Реальная сущность русских это совсем не то, о чем говорят по федеральным каналам. Это вообще не то, о чем вещает президент России. Все это фантазии, не имеющие под собой никакой исторической и ментальной основы. Когда российский народ занят исполнением несвойственных ему ролей и создает вокруг себя фантастические мифы об особой роли русских в мире, стоит показать ему эту статью. Потому что за последние 100 лет русские вообще-то не особо сильно изменились. Спасибо за внимание. Больше материалов читайте на нашем сайте хрендяблики.ком Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, поддерживайте автора на платформе Патреон. И я с удовольствием укажу ваше имя в титрах очередного ролика. Всем добра и здоровья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok